Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео познакомимся с самыми интересными дизайнерами из Казахстана. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть до конца. Конечно, в Казахстане, как и в других странах мира, сейчас очень сильно набирает оборот такая профессия, как дизайнер одежды. И, конечно, у нас уже есть какие-то свои именитые кутерье, именитые дизайнеры одежды. Такие как Куралай Дуркадилова, Сергей Шабунин, Алексей Джен, Сая Дусимбаев, Аида Кауменова, Салта, Кенжи Девятка, Айнур Туразбек и многие другие. Из тех наших самых модных и популярных дизайнеров я решила ознакомить вас с тремя дизайнерами. А именно, Ая Бабани, Леонид Жеребцов, бренд одежды как Лария. Итак, Ая Бабани это очень молодой, успешный бренд, который занимается именно войлоком. Ее работа стоит от 3000 долларов. Высокая цена на ее платье объясняется тем, что это ручная работа. Мастерицы делают войлок своими руками, также они его окрашивают, наносят какие-то национальные казахские узоры. А при этом у нее уже есть такая вот инновация, то что войлок не только можно носить зимой, так как холодно, а также можно носить и осенью, и весной, так как сейчас они делают войлок достаточно тонким. Когда можно будет просто накинуть как жакетик и при этом выглядеть очень интересно и оригинально. Ее коллекции были представлены уже во многих странах, таких как Узбекистан, Россия, Турция, Италия и Швейцария. Второй дизайнер одежды это Леонид Жеребцов. Он победитель конкурса молодых дизайнеров Open Way. Я сама участвовала в этом проекте. Я сама лично присутствовала на том показе, когда он выиграл. И это, конечно, очень приятно видеть его сейчас успехи, какие он уже достиг. Ну, в нашем казахстанском шоу-бизнесе, одевая тем самым ведущих, журналистов, обычных людей. Цены у него начинаются от 100 долларов, довольно-таки приемлемые цены. У него пару лет назад был такой вот бум, когда пол-алматы просто носили майки. И на майках было написано о зенще. Говорят, что даже китайцы уже его подделывали. Леонид Жеребцов уже участвовал в наших казахстанских неделях моды, такие как Алматы, Mercedes-Benz, Fashion Week. Благодаря вот этой вот неделе моды он с генеральными директорами, продюсерами смог попасть на выставку в Лондоне. Тем самым он представлял нашу страну уже на мировом уровне. За что я безумно рада, что есть такие дизайнеры, которые выходят уже за границы нашей страны. Последний бренд, который я хотела бы вам показать, это L'Oréal. Я. Меня очень симпатизирует эта девушка. Она очень обаятельная, очень интересная, очень артистичная. И у нее довольно-таки женственные интересные коллекции. У нее всегда будет очень интересный оригинальный крой, подача одежды. Она в основном использует такие вот интересные свежие яркие принты. Ей вообще она любит очень яркие коллекции создавать. Она тоже так же уже участвовала на неделе моды в Питере. Аврора Fashion Week, чему она очень сильно горда. И мы тоже так же казахстанцы гордимся за нее. Вот. Она постоянно участвует на нашей неделе моды. Казахстан Fashion Week. Что объединяет бренд L'Oréal и Леонида Жеребцова, то, что эти два человека вошли в нашу сферу моды из совсем другой сферы. Так как банковское дело. Тем самым люди очень хорошо обосновались в этой профессии. Уже достигли каких-то результатов. На данный момент я все, что хотела вам рассказать. У меня на канале очень много разных видео. Про дизайн, про пошив, про конструирование, про какие-то обработки технологических узлов. Также у меня есть видео про Тумнис. Через призму экрана мне хочется донести вам нотки жизни в арабской стране. Поэтому у меня есть отдельный плейлист про жизнь в Тунисе. Если вам это интересно, смотрите. В следующем видео я расскажу вам подробно, как я шила детскую пижаму. Про какие-то технологические узлы. Про минусы пижам вообще в целом. Если вам это интересно, то поставьте колокольчик об уведомлении, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем вам хорошего дня. Всем вам хорошего настроения. И всем пока-пока.